Итак, мы с вами продолжаем читать и перечитывать книгу нашего учителя Рава Ицка Казильбера, которая называется «Чтобы ты остался евреем». И мы подошли с вами к четвертой части. Израиль. Первые впечатления. Вы помните, в 1972 году Рав Ицка с семьей приезжает в Израиль. В первую пятницу по приезде в Израиль мы с сыном под вечер пошли к Котелю. Котель – это Котель-Ма-Рави, западная стена или стена плача, как еще ее называют. Где он находится, мы не знали. Спросили прохожих, обратились на Идыш, нас проводили, а потом показали, как возвращаться. Так мы познакомились с Рабанит Эстер Финкель, племянницей Хазаныша, женой руководителя Ишивы Рава Бейниша Финкеля. Рабанит была у Котеля с дочерью и зятем. Оказалось, что они нас тоже заметили. И зять сказал своей теще, видишь этих людей, сейчас они спросят у нас, как пройти к Котелю. Наши новые знакомые пригласили нас к себе, а потом Бен Цион стал учиться в Ишиве Мир. Эти люди порекомендовали нас Рабанит Шушаной Эйдельман, благословена память праведницы. Их слово было очень веско. И Рабанит Эйдельман просватала нашу Сару, старшую дочку Равицка Казибера. Для нас, пришедших в новый мир, еще не освоившихся в нем, это была большая помощь. Продолжает Равицка. Когда я приехал в Израиль, я думал, что здесь нет такого, чтобы намеренно нарушалась Тара, нарушалась Суббота. Я знал, что здесь свобода, но не представлял, насколько она широкая. Чтобы были школы, где почти ничему не учили еврейскому. И чтобы дети не знали даже Шма-Исраиль. Не знали десяти заповедей. Этого я все-таки не ожидал. Так чем же они евреи? Они, конечно, дети евреев. Но еврейство – это прежде всего убеждение. Это заповеди. Приехали мы во вторник. А в субботу я выхожу на улицу. И вдруг я вижу, кто-то подходит к машине и собирается ехать. Я ему говорю на еврите – слиха, айом шаббат. Простите, но сегодня суббота. А он мне отвечает – азмабайках. Ну и что из этого? Ну, я допускал, что, может быть, кто-то из израильтян дома нарушает шаббат. Ну, курит. Но на улице в тот момент мне захотелось, поверите, бежать в советское посольство и возвращаться назад в Советский Союз. Сердце говорит – беги, беги! А разум говорит – ты же в земле Израиля, в эрец Исраэль. И разум победил. Через две недели в шаббат мы с моим свояком, рабом Аароном Рубиновичем, вышли погулять. Вдруг видим – бежит один за другим много людей, толпа. Я спрашиваю – что случилось? А рабарон говорит – не пугайся. Это хасиды идут к своему рэбе. Герер-рэбе – это польский городок Гура-Кальвария. А наидыш он называется гер. А по-русски мы говорим – гурский рэбе. Так вот, герер-рэбе, которому двигался поток, был рависроэль-алтер – благословенно память праведника. Это был великий человек. Потом его ученики записали его беседы на темы недельных глав Торы и еврейских праздников. И уже после его смерти издали книгу под названием «Бейт Исрой». Его звали рависроэль. Отец рависроэля-алтера, предыдущий герер-рэбе, рав Аврам Мордыхай-Алтер, он возглавлял гурских хасидов больше сорока лет. Он был близким другом Хофетскаима. И вместе с ним он был одним из основателей организации Агудат-Исраэль. До Второй мировой войны у Рава Аврома Мордыхая было около миллиона хасидов. Его духовных учеников рассказывали, что когда герер-рэбе принимал своих хасидов в приемные дни, железные дороги были забиты его хасидами. Расскажу такой случай. На праздники обычно хасиды приезжают к своему рэбе. А один хасид был доносчиком. Он почему-то не поехал, а написал Раву письмо и просил у него благословения на праздник. И тогда же он написал другое письмо. Донос властям на своего рэбе и на его сына. И перепутал письма. И вот рэбе из Гура получает донос на него, на его сына. А полиция письмо на Идыш с просьбой о благословении. Самое интересное, я до сих пор не могу этого понять. Но рэбе знал лучше меня, что делает. Доносчик так и не узнал, что перепутал письма. А потом еще немного раз приезжал к рэбе, который не подавал виду, что знает про донос. Я прочел об этом в книге воспоминаний о герар-рэбе. Он предупредил близкого своего человека, что такому-то нельзя доверять. И вот мы вошли с Раву Аароном Рабиновичем и через 20-30 минут приблизились к рэбе. Люди шли очень быстро. Я новый человек, несколько дней в Израиле. А Раборон представляет меня и говорит, он из Советского Союза, из России. Он и там старался соблюдать субботу, не работал, выполнял все, что мог. И рэбе Исруэль Альтер посмотрел на меня внимательно, быстро протянул мне руку и говорит, слушай, как ты вел себя там, веди себя и тут. Ни капли не изменяй. Ты слышишь? Я удивился. Что значит, как там и тут? Как тут? Это же Израиль. Здесь же все должно быть по-другому, в сто раз лучше и сильнее. И только потом я понял, насколько глубоко он сказал. Итак, Равицкака и его семью поместили в центре абсорбции в одном из районов Иерусалима, в Катамонах. Так там работал один религиозный человек. Звали его Муши. И как-то он мне сказал, посуда, которая здесь, не для вас. Видно, ей пользовались и не для кошерного. Мы не могли тогда понять. Мы-то думали, в Израиле все продукты кошерные. Моя жена хотела даже всю нашу посуду оставить в России и купить новую. Ведь наша посуда недостаточно кошерная для Израиля. Но в чем-чем, но в нашем кошруте, в кошруте моей жены, я был уверен. Так что посуду мы привезли. И вот рассказывает дочка Равицка-Казильбера, Раванит Хава Куперман. Мы входили в автобус, и на нас все обращали внимание. Мы выделялись одеждой. Сейчас этого не замечают. Но тогда все носили мини-юбки, а я была в катамонах единственной девочкой в длинной юбке. Как-то мы ехали в автобусе, и кто-то подошел к нашей маме и сдернул с ее голову косынку. А замужние женщины покрывают голову. Тогда религиозные и нерелигиозные были гораздо более разобщены. Сейчас Израиль очень изменился. Появилось целое поколение Бали и Чува. Когда мы приехали, пришла тетя Келя, мамина сестра, и сказала «Газет не читайте, в кино и в театр не ходите, телевизор не смотрите, нельзя». Мы подумали, что это такое, что за глупости. Свои 10 лет в Ташкенте я прочитывала несколько газет в день и считала, что только очень отсталый человек не читает газет. Где же мы сейчас находимся? Что это за место такое? Все какие-то отсталые, ничего нельзя, и религиозные отсталые, и нерелигиозные. Куда же мы приехали? Добавляет Равыцкак, что тогда в Советском Союзе все газеты были очень кошерные, без гадостей, и телевидение тоже. А этот свободный мир Израиля оказался совершенно непристойным. От него приходилось держаться как можно дальше. Ну, нам ничего не привыкать, и здесь мы привыкли понемножку. Я скажу вам, в свое время в Израиле были забастовки, и вот одно время израильское телевидение бастовало. Равыцкак говорил, как хорошо, что они бастуют. Нету этих потоков, лошонара, злоречия, уродств, которые они показывают, чтобы они бастовали все время. И вот интересная статистика, что в Израиле при достаточно высокой преступности нету преступности в религиозном районе Иерусалима, Меошарим, и есть целый религиозный город, Бнебрак, и в этом городе тоже. А по бедности мы самые бедные в Израиле. И еще утверждают, будто преступность связана с бедностью. Так вот, Центр Абсорбции Меркас-Клита вывесил объявление. Приглашают всех Алимов на празднование Песок. А теперь я вам расскажу, что это было за празднование. В праздничный день, когда поездки полностью запрещены по закону Торы, повезли всех желающих в Кибуц. А там на столах лежало маца и хлеб. Вы понимаете, демократия. Когда я узнал про эту поездку, я пытался предотвратить это, но ничего не вышло. Так невинные в своем незнании репантрианты встречали свой первый Песок в Израиле. Наша посуда еще не прибыла, а приобрести новую на Песок стоило больших денег. И Рабанит Финкель предложила Гите организовать праздник для учащихся из Шивы Мир и Шиботников, которые на это время не возвращаются домой, а остаются в Яшиве. И нам предоставили квартиру рядом с ребятами. и жена весь Песок готовила для них еду. Я молился рядом с центром абсорбции, и там в синагоге приходилось искать десятого для Миньяна, точно так же, как это было в Ташкенте. Собирал молящихся тот самый Муши. Он лучше знал обстановку. Он приводил ребят лет 13-14 из соседних нерелигиозных домов. И я решил их обмануть. В каком смысле обмануть? Сказано, что каждое слово Торы действует на человека и оставляет след его душе. Когда мы кончали молитву, я говорил, «Я задержу вас не больше, чем на полторы минуты. Если окажется, что я своровал еще полминуты, то я плачу штраф». И я открывал недельную главу Торы, прочитывал две-три строчки и объяснял. И это стало для всех привычным. И вот прошло лет 15. И вдруг встречает на меня на улице какой-то человек, здоровается. Я спрашиваю, «А откуда вы меня знаете?» А он отвечает, «Вы забыли, вы же нам читали Тору после молитвы». Смотрю, один в кипе, а другой уже учится в ешиве. И они мне сказали, «А началом были твои псуки, строки Торы, это твои полторы минуты». И я знаю историю одного молодого человека. Он приходил туда молиться и прошел армию и все, но все время перед его глазами был этот новый репантриант из Советского Союза, которого так заботило, чтобы услышали одну-две строчки Тору. И он стал после армии, он пошел в ешиву и стал Аврехом, стал человеком, который полностью посвятил себя Торе. Был вопрос, где учиться Бенциону. Хотя я видел, что в Израиле по субботам ездят на машинах, но насчет религиозных школ у меня сомнений не было. Я собрался отдать детей в любую религиозную школу. Думал, если чего-то там не хватит, я дома подучу. В центре абсорбции жил один репантриант, тоже религиозный еврей, Йомтов Штраус. Узнав, что я хочу послать детей в первую попавшуюся религиозную школу, он сказал мне, я советую вам пойти и посмотреть, в какую школу вы хотите отдать ваших дочерей. Зачем? Я вам советую. Я не понял, но я пошел. Прихожу в одну школу, смотрю, учительницы, одеты как-то не совсем скромно. Спрашиваю, а скажите, есть недалеко другая религиозная школа? Говорят, есть. Пошел туда, то же самое, а еще есть школы? В центре абсорбции мне сказали, больше нет, но Йомтов Штраус знал, что в районе Байтвагана есть более серьезная школа. Мы договорились по очереди возить дочерей туда. Ездили каждый день двумя автобусами, но школа была хорошая. И вот продолжает рабонит Хава Куперман. Когда я возвращалась из школы, мальчишки в катамонах не пропускали меня, а я ведь была для них просто как посмешище. В Ташкенте дети меня никогда не обижали, чувствовали, что я не боюсь и могу дать сдачи. Так меня научила мама. Домашняя закалка пригодилась и тут. Мальчишки окружили меня, я осмотрелась, выбрала самого слабого и изо всех сил толкнула его на другого. С тех пор меня больше никто пальцем не тронул. Они могли бежать за мной, что-то кричать. Я даже не понимала, что они мне говорят, но не больше. А моей младшей сестре Малке в школе тоже приходилось нелегко. В религиозной школе дети из Советского Союза, из России, они знали только тех, кто приезжали религиозные. Из Америки мы были какими-то непонятными существами. И религиозные, и из России. Они не могли общаться с нами, а мы с ними. Но мы научились. Продолжает Равыцкий, как говорит, интересно получилось с учебой Бенциона. Я ему предложил, зайди во все Ишивы, позанимайся в каждые несколько дней, где ты почувствуешь, что получаешь знания и трепет перед Творцом и рад Шамай там оставайся. Он прошел по нескольким Ишивам, дошел до Ишивы мира и сказал, папа, больше никуда не иду. Ишиву тогда возглавлял Равхайм Шмулевич. Когда он проверял знания Бенциона, он заплакал. Случай был такой, что он спросил, какие трактаты Талмуда ты учил? И Раб Бенцион начал ему говорить, какие трактаты. Равхайм задал ему вопрос, а такой-то такой-то трактат ты учил? И Раб Бенцион сказал, нет, это я не учил. И вдруг он видит Рош Ишивы, плачет. Он подумал, что его не хотят принять Ишиву. Он сказал, я возьму, я подготовлюсь, я хочу. Но потом оказалось, что это Равхайм Шмулевич плакал, потому что он видел перед собой еврея из Советского Союза, который наизусть знал многие трактаты Валилонского Талмуда. А тех, которых у него не было, он просто не мог выучить. Талмуда. 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 Продолжение следует...